Спустя 15 лет после убийства в Киеве похоронили Георгия Гангадзе. Прощание с журналистом прошло в храме Николая Чудотворца Набережного Украинской Автокефальной Церкви. Пришедшие проститься с Гангадзе собираются возле храма. Маленькая церковь Николая Чудотворца Набережного на Подоле не может вместить всех желающих. Пока священники Украинской Автокефальной Церкви проводят панихиду, люди вспоминают о Георгии. Георгия Гангадзе сейчас выполнил роль людины, которая поднимала дух нашей нации, украинскую правду, которую он создал, проповедовал правду и, в основном, был украинцами украинскими. Загинул как герой, выполнил какие-то свечи. Поэтому он пришел на тот свет, как герой, а наволочка его на тот свет отправила. Заложилась наволочи. Геви, по-моему, с ним даже не надо быть знакомым. Это символ. Символ он сейчас для Украины, для всего мира. Символ правды. Он задавал очень неудобные вопросы на пресс-конференциях. Он был такой, знаете, вот когда он шел просто по коридору, красивый, метр девяносто, такой бесстрашный, с вызовом. Вот это очень хорошо запомнилось. Наверное, потому, в общем, знаете, всегда стреляют в тех, кто выдается. Георгий Гангадзе был убит осенью 2000 года. Его обезглавленное тело было найдено в Тарощанском лесу. В ноябре того же года лидер социалистической партии Александр Мороз обнародовал пленки Мельниченко, которые указывали на причастность к убийству высшего руководства страны. В 2008-м исполнители убийства были осуждены. Заказчики официально не установлены до сих пор. Александр Мороз считает, что и нынешняя власть намеренно саботирует раскрытие дела. То, что это происходит уже через 16 лет после убийства, только говорит о том, что государство дискредитируется властью. Потому что в деле, где все понятно, все известно, все экспертизы проведены, оценки понятны также, суд не может закончить это дело. Почему? Значит, суд кто-то сдерживает. Тарас Черновов признался, не может избавиться от чувства вины перед Георгием. А мого батька убивцы встановлены, а Байчишина убивцы встановлены, а еще несколько десятков, назовем, таких убивцов встановлены. Это и целый лентюжок, который когда-то надо прервать, потому что доти, пока он продолжается, доти невидимно, что следующие такие ситуации будут. Но тогда, когда его не стало, все же события 2001 года, на которых одни с начала, другие позже, сделали свое политическое имя, и я сделал свое политическое имя на его смерти так же, может быть, с идиллистическими какими-то поглядами, но все мы это делали. И мне кажется, всех нас, всех тех, кто с 2001 года призывал, пошел в эту большую политику, нам всем где-то надо чувствовать, что мы перед ним в такой вине, которую мы уже не загладим. Все это время тело журналиста находилось в столичном морге. Против похорон была мама Георгия, Леся Гангадзе. Она считала, что тело не принадлежит ее сыну. Но спустя три года после ее смерти, семья Гангадзе решила предать его земле. Родные Георгия Гангадзе чувствуют полегшение от того, что тело Георгия будет поховано с гидностью, на которую заслугивает каждая людина. С похованием Геи не припиняется справа Гангадзе. Замовники его убийства должны рано или поздно быть засудены за законом. Верховенство права является шляхом до установления справедливости в суспильстве. А утверждение свободы слова и демократии в Украине будет лучшей память о Георгии. Георгия Гангадзе похоронили во дворе храма Николая Чудотворца Набережного, Украинской автокефальной церкви. Он был ее прихожанином. Роман Спиридонов, Ислам Пенкаев, Заман, АТР.